В деревне всегда найдется работа. Вот у нас клубника Виктория. Пололи, а птица начинает клевать. И вот, Володя, видишь, как колышки ставит и пленку натягивает. Пленку кто-то готовился выбросить. Там не было ничего божественного. Мы даже не проверяли ее. И вот она блестит, и они ее боятся, птицы. Интересно, проволока натянутая не боится. Сегодня 1 июля, понедельник, 2019 год. Мы находимся на Камагорехе. Лагерный пруд так называемый. Тут крещение готовится на этой неделе. В воскресенье. Уже на той неделе фактически. Первый день недели будет. Ждем встречать будут люди. Вот здесь все у нас есть. И рыбакам место, и горох стоящий такой. И дальше бобы. Бобы идут. Показать будет потом. Потом можно как-то собрать. На следующий год тоже сгодятся? Да. Ну, такие ленточки-то тоненькие. Вот они их расколачивают и вытягивают. Ну, щита там что-то записывали когда-то. А вот которые были катушечные. 375-525 метров. Там она шире лента. А еще лента есть. Там вот эта вот, видишь, какая узенькая лента. Да, я не знаю сколько. Ну, сантиметров 10 шириной было в космосе. 30 с чем-то что ли дороже. Ну, говорю так, на скидку. Вот целая грядка укропа. Укроп. Украинцев укропами называют. Зачем? Три буквы сходятся и все, укроп. А тебя раша. Раша, раша Россия. А тут и параша. А вы параши. Ну, маленькие ребятишки обзываются. Вот так и это. А вот то, что растет, это лагерь наш бывший. Музей теперь. Комплекс для бедных лагерей. Ласточки летают. Рядом. Это бывшие коровники заросли. Их не трогают. А ну, наши музеи сделали. Покушаются и все. Мы хотим показать. Да, грант надо подать. Было губернатору там деньги выделят. Я был там у них. Я говорю, мне как раз нужно доказать, что деньги не нужны. Деньги выделили. Берут на производство какое-то, я знаю, деньги. Разные добродеи в это. И не отдают, и ничего не производят. Пропивают. Нам не надо деньги. Я показал, что бесплатно я был начальником 45 лет. Тысячи детей, и не сотни, тысячи. Отдохнули с родителями. Необычный лагерь. Вот так. Отдохнули с одни. Продолжение следует. Продолжение следует. спрашивают береза и тараса на берегу она почему засохла потому что вода поднялась она и засохла вода-то поднялась очень много никто не мерил много здесь это я садил грядку моркови но почему-то семена не зашли пока ждали время ушло пересаживать не стал думаю ладно пускай вот укроп растет сорняк у нас здесь пускай растет будем отсюда укроп брать много зелени много витаминов немножко прополоть сейчас вот здесь много сорняков еще убирать на что с дамбами возились и время упущено здесь вот это дыньки растут не матушка дала разбил на 4 из ящика и высадил то есть вовремя все если полишь ничего чистый огород а так все запущено арбузики здесь тоже заросли сейчас будем пропалывать здесь вот мы пропололи грядку моркови у нас идет вторая грядка моркови пропололи и вот здесь у нас грядка свеклы то есть сорняком было затянуто она такая слабенько смотрится сейчас а потом даст бог в распадет вот зато горох какой мощный зашел это прямо стоячий сорт более дороже стоит тому у игоря барабаша взяли матушка брала несла посадили сейчас вот иначе пропал вот лук здесь такой кто-то коврик и оставил тут видимо уже порванный уже этому человеку не понадобилось вот мы его используем сейчас вдвоем даже полу ли здесь так вот здесь вот у нас 2 грядка лука пропалывать надо 3 грядка лука здесь у нас бобы мощные ребята сорняк они сами справляются с сорняком некоторого то есть который успел видим вперед зайти а так они неплохо тут зашли мне может густовато ну даст бог господь урожай даст будет здесь вот в арбузике вот они это мне помогал здесь грядку делать сергей егорович с украины которую донбасса юрист если только пропалывать надо будет травку мелкую все будет отлично я уже буду сам тут заниматься иначе не хочет рисковать лет чтоб не повредить я пропалю их так вот с удобрением у меня сделано тут с перегноем на бугорке матушка где-то не любят на бугорке чтобы не создали это между ряди все надо будет тоже пройти степку что сорняк не сходил здесь вот здесь вот я тоже грядку садил моркови но почему-то тоже не зашла то ли семена такие плохие оказались а то ли что не знаю это уже нас капуста тут растет сам уже в этом году садил посаживала и сюда часть половина я высажу половину матушка помогала мне она успевает везде и надежде васине помочь у самой там несколько огородов и нам еще поможет хотя бабушка уже 80 с чем-то лет и что значит заложено с самого детства трудолюбие не очень-то удобно да все это удобно мне не могу дотянуться бабушка была у его 8 96 кажется лет ее главное вытащить было дальше она ложилась и убирала вот так же вот на боку я в ней научился помоги не держать спина не держит а так я нужды никакой мету и уже считай лук будет викторию обработали помидоры обработали я отказался обрабатывать дыни и арбузы я их не вижу морковка мне не по внутру тоненькая маленькая ну прямо не видать а тут вот лук сама по мне а морковка мне больше всего нужно много в интернете нахожусь каротин никаких капель не надо но видишь это бит бит березка наверно да вот теперь я вытягиваю вот она обколотил сразу какой пучок куда его сунуть не знаю вот теперь тоже а в городе я бы еще делал то глаза пущу телевизор смотрел не смотрю он мне не нужен интернет все глаза прожег вот так вы говорите здесь у вас глаз стал восстанавливаться да у меня нормально глаз у меня поврежденный был каждый день я все это протирал святой водой да а приехал сейчас в интернет стараюсь прям почти не заходить не считая ночной я бываю два часа выхожу и все до утра отвечая на вопросы одним редко когда ну когда уже бывает такая возможность во всяком слушая этот глаз у меня стал выше видеть вот и все сегодня съездил игоря поснимал будет хороший ролик новая гора глиняная как он ее грызет худенький бульдозер и вывозит он потому что земля под склад должна быть глина вот так вот видишь как деревня вот пошел мне девятый десяток не игрушка девятый десяток 80 теперь с гаком уже можно сказать уже скоро месяц будет как на под пошло дальше и поэтому надо заботиться о своем здоровье работать надо работа это заменять все пилюли все таблетки ну и главное никогда не злись и завидуй никому не ревнуй не мсти не вот это не это врачи любые любой пропишет потому что нервный стресс санта люди сны плохие а тут сны хорошие такие сны прямо приятные сегодня видел во сне как коршун поймал ворону ворону отгонял обычно наоборот она у меня ворону голубей таскала коршун напал на нее конечно это трагедия трагедия это трагедия у меня голубей на половине а половине ли вот видишь как вот я на боку давно ли начал заметно нет заметно где вот так так не столько то что ты дрова колешь сидят пробыл лежа неудобно как этого заключенного баку мог допрашивает почему без задрешения сел а потому что лучше сидеть чем идти лежать лучше чем сидеть но тут лучше я подтверждаю вот ползу и мне нужды нет никакой двумя руками о корень какой вот так это называется красный осад ну все нормально вот вытащу сейчас это стороны пойду на ту сторону опять лягу вот так ползу потому что тут собой не первый день все выправим на этой неделе гостей встречать из далека из сирии там или из ливана из германии своих тут сколько будет разных городов на крещение отдыхать в гости лагеря то нету теперь просто в домах отдыхают люди нас не трогает нынче не полиция не санэпидемстанция и прошлом году не трогали решение было принято самое правильное лагеря сформировать купить дома а в домах приезжает и люди живут никому не мешает во дворе нет ни палаток ничего нету просто спят родители с детьми приехали в гости давно знакомую вот такое принято было решение и она себя окупила как окупила то есть люди отдыхают и никто не мешает начальник уголовного розыска приезжал раза три наверное прошлом году позапрошлом году наверное ну как да все нормально все нормально никогда ни разу никакого вреда не сделали они менты не знаю мне все время сколько милиция плохого милиционера практически один вот который на пенсии был вредитель отставник подполковник дружинин геннадий петрович геннадий петрович ленинского рвд а я занятия в разных рвд он готов такой сквалыжники был на работе всякие жалобы прокуратуру что мы тут какую-то банду организовали специально у нас форма там не лет на училище расформировали дали у меня хорошие отношения были с генералом генерал-полковник пьянков борис евгеньевич он сейчас в москве где-то на пенсии большие палатки танковые прислал всякого обмундирования мы постирали я не знаю по 70 кителей кажется и вот а я его ни разу в глаза не видал интересно кукурузные хлопья когда были покупали большие такие как только дождь под этой палаткой а палатка длинная там из нее церковь сделали под палаткой и всегда дядю борю поминали за него молились он пострадал в гкчп вот попутно что хочется сказать который нападает на нас разное то они же ничего этого не имеют иначе бы не зачем вокруг нашей биографии крутились то а то биографию мы не сами пишем его господь пишет сегодня мы уже во втором огороде пробираем там окучивали 20 соток картошки да еще два огородчика у володи как бы ни володи ничего не было опять поехал дальше смотри как я переползаю на новую дистанцию поехали куда едем собаку ваш бы кур как мушкетеры поют я тут оставляю чтобы она гнилая не сильно не высыхала да это правильно вот видишь как мы приветствуем всех желаем всем благопишите нам мы строим деревню православную где нельзя лгать пить курить материться воровать пять качеств а таких деревень которые полностью уничтожен 21 тысячи и как говорят статистика 10 тысяч дышат на ладан там 12 человека уберите организуйте какую-то общину общак общину вам не создать чтобы один устав был у нас устав такой христианский и курить не раздевший не ходить не то есть такое дело ты и не будете за нами следить мод пруды уже почти все восстановили а это южный раз здесь подряд 2223 там 4 этот симаковский 5 наверное ирышковский 6 это огромные деньги ушли ну вода теперь есть там рыбу разводить можно уже ловят рыбу и притом вода это поднятие грунтовых вод все зеленеет вокруг то есть работа интересная в жизни барабаш у него немного земли там 450 что ли гектар но еще прикупает теперь новый зерносклад строит тот был 502 квадратных метра это таро на 1000 фермы сам делает ребята делают помогают устиновы фермы соединяться будут покрытие ну тут глина будет соломой говорит чтобы камень пости камень наложите асфальт это еще надо около миллиона такие цены это вообще страшно сказать и при том никогда ничего нигде не ворует барабаш игорь у нас старосты в деревне игорь александрович а жена елена анатольевна она как бы завуч в школе старший учитель конечно учеников совсем мало у бога все вымерено он работает два сына один закончил университет технически терентий а ерем он с 12 лет технику всю водит а уж парень ему не знаю только 15 или 17 лет где-то я сегодня снимал вы увидите там к в гору глины грызут бульдозером вот так все пока ну ладно бог помощь с божью помощь и трудимся слава тебе боже наш слава тебе красота небо-то тучи кругом собирается дожди дочь видимо слава богу за все аллилуйя